МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 29 мая. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Карагандинский микрорайон Кунгей превращается в село. Нет школы, нет магазинов, нет дорог и освещения. Пять лет жители не могут решить свои инфраструктурные проблемы. Массовое отравление в Караганде. После церемонии Аузашар в областную инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 20 человек. Среди пострадавших есть дети. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов потребовал усилить контроль над строительством жилья и соцобъектов. В нынешнем году запланировано ввести в эксплуатацию около 380 тысяч квадратных метров жилья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь подробнее об этих и других событиях. Более 80 семей, проживающих в микрорайоне Кунгей, остаются без воды и электричества. На протяжении последних пяти лет местные жители обивают пороги различных инстанций, однако жалобы людей все еще остаются без внимания. Многодетная мама Эльвира Намаскеева демонстрирует керосиновую лампу. Если для кого-то это пережиток прошлого, то для Эльвиры и ее большой семьи керосиновая лампа – это то, без чего невозможно обойтись по вечерам. Эльвира заявляет, что с 2013 года жители микрорайона Кунгей не могут добиться элементарных удобств, а именно доступ к воде, канализации, дорогам и электричеству. Жильцы не раз обращались к представителям власти со своими проблемами, однако кроме обещаний ничего не получили. Сложно очень без света, воды. К нам приезжали из Акимата, обещали провести электричество и воду, но результата нет, только и умеют обещать. В последний раз было собрание, сказали, что приедут, но так и не приехали. Не имеет доступ к благам цивилизации более 80 семей, чтобы решить проблему, местные жители написали несколько писем, в том числе и на имя президента. Обращались и к Акимам области и города. Чиновники ответили на обращение граждан и пообещали построить инженерные сети еще в 2014 году. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Тут люди живут с 2007 года, кто-то с 2011 года живут. И люди живут в таких условиях, хотя вот в черте города живем без воды, без канализации, без электричества, без дорог, без освещения. Но нам самое необходимое сейчас решение проблем с водой, с электричеством. Воду местные жители приобретают в поселке Штебе. По их словам, это и затратно, и хлопотно. О ежедневных муках сотен человек чиновники знают уже давно. В отделе строительства пообещали на следующий же день посетить микрорайон Кынгей и провести обход домов. Чиновники заявили, что только после обхода будут внесены предложения местным жителям. 30 мая 2018 года сотрудниками отдела строительства города Караганды и отдела земельных отношений и архитектуры города строительства города Караганды с выездом на место будет проводиться подворовой обход с целью выяснения точного количества собственников земельных участков, проживающих в границах первой очереди микрорайона Кынгей, а также наличие существующих инженерных сетей. Речь идет об участке, где имеется обращение жителей об отсутствии или о частичном отсутствии инженерных коммуникаций. По итогам обследования будет вынесено предложение руководству города. Это далеко не первый ответ подобного рода от чиновников. Жильцы не раз выслушивали обещания властей построить инженерные сети, однако до сих пор не добились выполнения данных обещаний. Какие варианты решения предложит отдел строительства города, пока неизвестно. Местным жителям остается лишь надеяться, что в скором времени они получат доступ к простым благам, как вода и электричество. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Массовое отравление произошло в Караганде после Аузашара. В инфекционную больницу карагандинцы стали обращаться в субботу, 26 мая. По данным Управления здравоохранения области, всего симптомами отравления обратилось 20 человек. Трое из них – дети. Высокая температура, тошнота, диарея и боли в животе – симптомы у всех, обратившихся в инфекционную больницу, одинаковые. В больницу угодил и хозяин дома, где проводился Аузашар. Пищевое отравление получили сразу 20 человек, среди них – трое детей. Медики уверяют, что опасности для жизни уже нет. Но говорить о выписке еще рано. По словам хозяйки дома, в тот вечер никаких экзотических блюд на столе не было. Все по уже проверенным рецептам. Гостей собрали по случаю священного месяца Рамазан. По мнению главы семейства, отравились все мясом, которое купили на рынке. Половина не ела пирожные. Получается, кто-то салаты не ел, которые лежат в больнице. В основном все ели бешпармак с этим мясом, которое приготовленное. Салаты в тот же день делались. Предполагаем, что из-за мяса отравились, которое приобретали на рынке. В настоящее время санитарные службы проверяют продукты, которые были в тот день на столе. Необходимые анализы взяты и у больных. Если подозрения подтвердятся, скорее всего, начнутся массовые проверки мясных отделов. Однако сначала нужно доказать, что это мясо действительно было куплено на рынке. Санитарные врачи в очередной раз призывают горожан соблюдать осторожность. Не приобретать скоропортящиеся продукты в неустановленных местах. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области по государственной программе Нур-Лыжер в нынешнем году запланировано ввести в эксплуатацию около 380 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время во всех городах и районах увеличено количество объектов строительства. Глава региона Ерлан Кушанов потребовал усилить контроль над соблюдением графиков и качеством работ. Вопрос обсуждался на парадном совещании. Объемы строительных работ увеличены по 14 регионам области. В строительстве жилья наибольший удельный вес приходится на Караганду – почти 50%. О ходе строительства жилья и социальных объектов доложил исполняющий обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Тайхан Калмаханов. По вводу жилья в рамках программы жилищного строительства Нур-Лыжер по Карагандинской области план ввода жилья в 2018 году составляет 379 тысяч квадратных метров. Ожидаемый ввод жилья за январь-май – 131 тысяча квадратных метров. Планируем, что 100,3% к соответствующему периоду 2017 года этот показатель будет выполнен. В Карагандинской области 36 тысяч человек стоят в очереди на получение квартиры. Из них почти половина по Караганде. Арендное и кредитное жилье строится во всех городах и районах области. Запланирован ввод новых социальных объектов. Новые школы запланированы в Караганде, Тимиртау, Жизгазгане, поселке Сарышаган, Ахтугайского района, селе Бетбулак, Улутауского района. Аким области потребовал на всех строительных объектах организовать общественный контроль. По этому вопросу на особый контроль Десибаеву протокольно зафиксируйте, чтобы по каждому объекту в селекторном режиме надо смотреть. И мои заместители также. Когда вы езжаете в регион, ход строительства по всем объектам надо смотреть, контролировать. В целом оживление есть во всех регионах. Но очень медленно все двигается. Глава региона также отметил, что необходимо работать в тесном контакте с подрядчиками. Он обозначил приоритет в строительстве. Первое – обеспечение качества. Второе – своевременное освоение выделенных денежных средств. И самое главное – ради освоения не допускать каких-то противоправных действий. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. С визитом в Карагандинскую область прибыли представители агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции и члены специальной мониторинговой группы. Делегация посетила организации, оказывающие государственные услуги. Чтобы оценить их качество. Первым делом столичные гости отправились в Центр занятости и Центр обслуживания населения Осакаровского района. Карагандинская область стала 13-м пунктом назначения в деловой поездке специальной мониторинговой группы. В нашей области они первым делом решили ознакомиться с работой первого специализированного ЦОНа в Осакаровском районе. Главная цель столичных гостей – оценить качество предоставляемых государственных услуг. Далее представители агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции направились в Центр занятости населения Осакаровского района. Члены специальной мониторинговой группы и специалисты Центра занятости обсудили удобство электронной биржи труда, а также подчеркнули необходимость проведения интернета в отдаленные сельские местности, чтобы каждый казахстанец мог получить услуги, не выходя из дома. Профилактика коррупционных рисков – еще один вопрос, обсуждению которого столичные гости посвятили большую часть времени. В Доме культуры члены специальной мониторинговой группы и представители агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции встретились с населением. В ходе встречи были показаны видеоролики, направленные на формирование нулевой терпимости коррупции. С учетом передового международного опыта выработала собственная уникальная модель. Если раньше эксперты обречали, что система мер по противодействию коррупции на 72% состояла из репрессивных мер, то сейчас наблюдается совершенно обратная картина. Вместо карательных подходов в настоящее время мы делаем упор на профилактику коррупции и в первую очередь на искоренение глубинных причин ее порождающих. Особое впечатление на столичных гостей произвел детский дом, который находится в поселке Есель Осакаровского района. Они узнали, в каких условиях живут 150 воспитанников детского дома, а также ознакомились с трудами детей на выставке, организованной специально для почетных гостей. Девочки продемонстрировали членам специальной мониторинговой группы свои кулинарные способности, навыки шитья и рукоделия. Завершающим этапом визита специальной мониторинговой группы в Осакаровский район стала встреча с населением поселка Есель. В ходе встречи гости рассказали о работе специальной мониторинговой группы, а также отметили, что всегда готовы выслушать обращения людей. Мы считаем, что мониторинговая группа нужна. Она дает соответствующие плоды, результаты. Народ более активизировался. У нас есть в Астане помещения, общественные приемные приемные действия. Поэтому, пожалуйста, звоните. Члены специальной мониторинговой группы закончат объезд областей через одну неделю. Далее они приступят к разработке стратегии по улучшению качества оказания государственных услуг в организациях и профилактике коррупционных рисков. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более трех миллионов тенге в качестве грантов будут распределены среди молодых предпринимателей Приозерска. Эти гранты безвозвратные. О подогах социально-экономического развития города отчитался Аким Приозерска в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Объем производства промышленной продукции почти 7 миллиардов тенге. Инвестиции в основной капитал почти полтора миллиарда. Такие данные социально-экономического развития города Приозерск привел его глава Хайрат Камзин. Аким ответил, что все социальные обязательства в бюджете текущего года предусмотрены с ростом. К примеру, планируется трудоустроить 67% от общего количества городских безработных. Продолжается работа и в области жилищного строительства. Мы завершили корректировку в прошлом году проектно-смертной документацией на строительство инженерной инфраструктуры, проектированной ИЖС, улица Транспортная Центральная. Реализация этого проекта, что позволит обеспечить наших очередников, все где стоят, то для получения земельных участков платы ИЖС, 61 участок будет распределён среди очередников. Особое внимание уделено поддержке молодых предпринимателей. Для поддержки молодых предпринимателей в прошлом году мы начали пилотно первый раз, выделили на это, как я говорил, 2-2 миллиона тенге. То в этом году мы выделили уже на поддержку наших молодых предпринимателей на безозвратные гранты 3 миллиона 150 тысяч тенге. Три проекта мы уже поддержали. Наши молодые предприниматели уже уехали то в Россию, то в Алмату за необходимым оборудованием. В нынешнем году в Приозёрске планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов малого и среднего бизнеса. А в рамках программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства планируется выдача 45 миллионов тенге по сниженной процентной ставке на 8 проектов. Глава Приозёрска Кайрат Камзин подытожил, что вся дальнейшая работа будет направлена на исполнение поручений главы государства. Тожан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И к другим новостям. В канун Международного дня защиты детей в поликлинике номер 5 состоялся день открытых дверей. Сотни карагандинцев привели своих детей на осмотр к узким специалистам. Нескончаемым потоком с самого утра в поликлинику номер 5 шли маленькие пациенты в сопровождении своих родителей. 29 мая здесь состоялся день открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей. Маленькие карагандинцы прошли обязательно обследование у специалистов. На осмотр к врачам со своей дочкой пришла и карагандинка Эльмира Бекетова. Молодая мама отмечает, что наблюдается в поликлинике номер 5 уже несколько лет. Эльмиру в данной поликлинике радует новшество. Женщина записывается на приемы через приложение Дому Мед, а потому не тратит свое драгоценное время, стоя в очередях. Я дочу ежемесячно записываю. Заранее могу в определенное время, например, когда мне удобно прийти. Вот в это время прихожу. На сегодняшний день в поликлинике прикреплено более 13 тысяч детей. Врачи внимательно следят за здоровьем подрастающего поколения. По словам врачей, чаще всего маленькие пациенты обращаются с жалобами к ортопедам и окулистам. Обращаются ко всем специалистам очень много, но в основном у нас востребовано по ортопедии. Это с клиникой Макожанова связано с дисплазией тазобедренного сустава. Очень большой прием. И, конечно, чтобы не упустить в раннем возрасте, у многих обследуем исключить именно дисплазию тазобедренного сустава. При необходимости начать ранние процедуры массажа, лечения. Если необходимо, даже стационарное лечение. Ну, также, конечно, у нас с детским окулистом очень большой обращаемостью. В поликлинике номер пять стараются сделать процесс лечения и обследования максимально быстрым и комфортным. Чтобы врачи уделяли больше внимания и времени людям, их избавили от бумажной волокиты. Учреждение первым в области перешло на электронный документ оборот. Войдя в здание, пациенты могут увидеть электронное табло, на котором представлена информация о расписании каждого врача. Стоит отметить, что дни открытых дверей в поликлинике проходят в первую субботу каждого месяца. Тожан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственном техническом университете проходит международный студенческий форум под названием «Глобальные инициативы Казахстана. Взгляд молодежи». В работе форума принимают участие студенты из стран Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Инициативы Казахстана широко известны во всем мире. Это и антиядерное движение, и экономическое объединение разных государств, и многое-многое другое. Особое место занимает интеграция Казахстана в мировой образовательный процесс. Это отметили участники Международного студенческого форума. «Эта форума будет очень интересна для ведущих, которые будут, которые в всем мире, это глобальная инициатива, это очень приятно, потому что такого глобального нужно, потому что такое мероприятие, я могу сказать, это чуть-чуть как меняет совсем. И другие менталитические люди, и такие они друг с другом живут». Основной целью форума стало вовлечение студенческой молодежи в процессы продвижения глобальных инициатив главы государства Нурсултана Назарбаева, направленных на обеспечение безопасности и сотрудничество в мировом сообществе. Открывая мероприятие, ректор технического университета пожелал молодежи быть успешными и приносить пользу человечеству. «Студенты во многом определяют будущее каждой из этих стран, стран Шанхайской организации сотрудничества. И поэтому очень важно, чтобы они занимали ответственную, позитивную гражданскую позицию и продвигали в мир те инициативы, которые были озвучены главой нашего государства на самых разных площадках. «Думаю, что в рамках в течение трех дней наши студенты глубоко погрузятся в эту тематику, и это поможет им в будущем притворять, реализовывать глобальную инициативу Казахстана уже на мировом уровне». В работе форума приняли участие делегации студентов из вузов России, Китая, Индии и стран Центральной Азии. Среди почетных гостей – первый министр иностранных дел независимого Казахстана Тулютай Сулейменов и активист международного антиядерного движения «Невада Семей». Почетный посол проекта «Атом» – известный художник Карипек Куюков. «Чтобы не было, как бы ни было трудного, вы сквозь трудности должны дальше идти вперед, потому что будущее – в ваших руках. Вы будете создавать новый мир. Тот мир, я считаю, зависит только от ваших действий. Пусть этот мир чистый, пусть этот мир будет зеленый, пусть страна гордится нашими подводами». В программе форума запланированы лекции ведущих политологов, тренинги, интеллектуальные игры и семинары. Кроме того, участники посетят библиотеку первого президента в Астане и музей памяти жертв политических репрессий в поселке Доленко. Также в рамках форума будут рассмотрены вопросы укрепления межрегиональных и международных связей и подписаны меморандумы о сотрудничестве между студенческими организациями вузов-участников. Воспитательная работа как приоритетное направление в укреплении служебной дисциплины среди сотрудников полиции. В стенах учебного центра в Темиртау проходит учебно-методический семинар заместителей по кадровой работе подразделения органов внутренних дел Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, а также Департамента внутренних дел на транспорте. Перед началом семинара участники и слушатели учебного центра почтили память погибших сотрудников, торжественно возложив цветы к обелиску славы. Обращаясь к собравшимся, заместитель начальника ДВД, полковник полиции Ардак Интыкбаев отметил, что за годы независимости по республике при исполнении служебных обязанностей погибли 700 полицейских. Из них 26 сотрудников – наши земляки. Честный добросовый сотрудник, отдавший все свои силы, безукрозненному исполнился уже долга, чутко товарищи, заботливые, внимательные отцы, не пожалевшие, жизненно распроходятся своим загрозом. И Грэйзе беззаветно преданность делу. И сегодня является, надеюсь, принадлежит всем сотрудникам, которые нужно подразумевать в области, стоят на странице законов, и более всего, и молодые сотрудники, которые проходят здесь, напасть в учебном центре Тимурдава. Проведение идеологической работы с личным составом органов внутренних дел связано с тем, что она формирует убежденность в справедливости государственного регулирования. Это отметили участники семинара. На семинаре также была обсуждена программная статья президента страны. Болошаха Багдар, Рухани Жангару по теме воспитания молодежи, в том числе молодых сотрудников полиции. В работе семинара принимают участие заместители по кадровой работе подразделения органов внутренних дел Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, а также Департамента внутренних дел на транспорте. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Воинская присяга – особенный ритуал, важный для каждого новобранца. Это ответственный и волнительный момент, с которого начинается настоящая военная служба. 26 мая во всех войсковых частях вооруженных сил солдаты приняли военную присягу. Организую добросою изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военные и государственные тайны. Я клянусь быть мужественным и спелым защитником моей Родины, государственных интересов независимого Казахстана. В войсковых частях регионального командования Астана прошли церемонии приведения молодого пополнения к военной присяге. Порядка ста военнослужащих срочной службы, призванные в армию весной этого года, дали торжественную клятву на верность Родине. В войсковой части 31-775 среди новобранцев уроженец восточного Казахстана Игорь Близнюк. Он заявил, что рад служить именно в Карагандинской войсковой части. Весь офицерский состав очень доброжелательный, требовательный и строг. Всему положительно нас обучают, всему, чему нужно, всем массам военного дела. Новых защитников Родины со знаменательным событием поздравили ветераны вооруженных сил, ветераны войны в Афганистане, командующие войсками регионального командования Астана генерал-майор Дулат Адербеков, командиры войсковых частей, а также родители. Среди них и жительница Усть-Каменогорска Гулим Нургалиева. Она приехала в Караганду на присягу своего сына Рахмана Ташкенбаева. Когда я отправляла, я сказала единственное, учись всему, слушай, запоминай всему, учись, это тебе очень нужно и важно. В городе моем, мои коллеги, мои родственники, все, конечно, очень рады, поддерживают, они гордятся моим Рахманом, моим сыном. Командиры учебного подразделения отмечают, что в настоящее время в казахстанскую армию прибывают физически развитые, образованные, морально устойчивые юноши. В рамках мероприятия родственники молодых солдат и гости ознакомились с условиями прохождения службы, а также были организованы встречи с командирами частей. Показали столовую, где организован был трехразовое питание солдат, завтрак, обед, ужин. Показали норму удовольствия, сколько положено солдата, хлеба, сколько положено мясо, сахара, масло, все мы это родителям все показали. Показали родителям телефон доверия, дали все телефоны, начиная с командов, замкомандов, командиров и замселькомандиров части, дали телефоны контактные начальника военной полиции, начальников силовых органов, довели салатом, что будет изучение солдат, производится женщина военной службы в данной войской части, что заказано салатом, закреплено женщина военной службы, что в ходе несения службы на женщина военной службы ежемесячно будут выходить родителям, звонить и будут обмениваться информацией. Несмотря на то, что ребята призваны всего месяц назад, они умело ходят строевым шагом, знают основные требования общевоинских уставов. Азы военного дела молодые ребята будут постигать в течение года. Уже совсем скоро их распределят по подразделениям, где обучат военному делу. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин